Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Псалтирии. Сегодня мы будем читать 105-й псалом этого богодухновенного текста. Этот псалом имеет надписание «Аллилуйя», как и предшествующий псалом, и в некотором смысле является его продолжением. В толковой православной Библии говорится, «Закончив подробное изложение истории еврейского народа, его выходом из Египта», то есть то, что мы проходили в 104-м псалме, «Писатель продолжает излагать особенно выпуклые события дальнейшей его истории, странствования и поселения в Палестине». То есть этот псалом 105-й, он как бы органически продолжает 104-й псалом, но в некотором смысле он выделяет некоторые детали. Как я уже сказал, он имеет надписание «Аллилуйя», и в самом начале, так же как и 104-й псалом, он начинается словами «Исповедуйтесь Господу». По-еврейски, это с еврейского текста «Восхвалите Господа». «Исповедуйтесь Господу, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Действительно, нам есть за что восхвалять Господа, прежде всего за Его благо, и мы исповедуем Его благость как благодарное свидетельство о том, что Он не покидает нас своей милостью, своей заботой. Кто поведает могущество Господне во всеуслышание, возвестит все хвалы Его. Я напоминаю, мы читаем псалом по септуагенте, по греческому тексту, который является основанием для Кирилла Мефодиевской псалтыри на славянском языке, но и заглядываем как дословный перевод с еврейского языка. Потому что, собственно говоря, синодальная Библия, русская, которой мы пользуемся, она и составлена из этих трех текстов, из септуагента греческой, из еврейской массоры и из славянского текста. То есть синодальный текст, он очень такой эклитичный в этом смысле. И мы читаем по септуагенте. Кто поведает могущество Господне, во всеуслышание возвестит все хвалы Его. Здесь присутствует как бы вопрошание, кто способен на это. Юнгеров пишет, кто найдет достаточно слов для выражения необъятного могущества и прославления его силы. Действительно, нам, как я часто люблю говорить, и вечности не хватит, чтобы отблагодарить Бога за то, что мы получаем от Него. «Блаженно хранящая истину и творящую правду во всякое время». То есть мы должны оберегать истину и жить по ней. «Вспомни о нас, Господи, благоволение к народу Твоему, посети нас спасением Твоим». Ну, немножко непонятно, а разве Бог кого-то забывает, когда мы просим Бога, чтобы Он вспомнил о нас, вот такие антропоморфизмы, вот такие антропоморфизмы содержатся в Библии. На самом деле имеется в виду, что мы как бы просим Его обратить внимание на наше настоящее положение перед лицом Его, чтобы Господь опять проявил бы свое присутствие среди нас. Такой смысл. «Вспомни о нас, Господи, благоволение к народу Твоему, посети нас спасением Твоим». Спасением Твоим — это значит прощениями Твоими. «Дабы видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим». Действительно, это счастье видеть благоденствие избранных Божьих, особенно мы это созерцаем во время православного богослужения, это подлинное благоденствие, когда народ Божий собирается вместе, веселиться духовно с народом, хвалиться с наследием Его. Это очень важно. «Согрешили мы с отцами нашими, беззаконно вали, совершили неправду. Отцы наши в Египте не разумели чудес Твоих, не помнили множество милости Твоей и огорчили Тебя, входя в Черное море». О чем здесь может идти речь? О том, что всю дорогу они роптали, они, когда были прижаты к Черному морю, они стали обвинять Моисея и Аарона, что якобы на погибель они вывели их. Но он, читаем восьмой стих, «спас их ради имени своего», то есть не ради их каких-то заслуг, а ради имени своего. Какого имени? Имя Господь четырехбуквенное, то есть оно означает «миру милосердие», поэтому этот стих можно прочитать так. «Но он спас их ради милосердия своего», потому что природа Бога такова, Бог есть любовь. «Дабы показать силу свою», то есть он спасает их милосердием, и язычникам показывает силу свою, египтянам. «И удержал Черное море». Он разделил это море и удерживал стеною справа и слева, и оно обсохло, то есть сильный ветер высушил дно этого моря, иначе идти по илу, илестому дну было бы очень сложно. И оно обсохло, и провел их по бездне, как по пустыне, то есть настолько обсохло, что стала земля подводная, как песок пустыни. «И спас их от руки ненавидящих», то есть египтян, «И избавил их от руки врагов». Ну вот здесь как бы такая тавтология ненавидящих врагов, а разве это не одно и то же. Дело в том, что видимые ненавистники наши, на самом деле, за ними всегда маячут реальные наши враги, бесы и демоны. Поэтому вот такие уточнения ненавидящих врагов, как раз они указывают на то, что главные наши враги все-таки не люди, даже враждебно относящиеся к нам, даже преследующие нас, а те бесы, которые за ними скрываются. Покрыла вода притеснителей их, то есть тех, которые притесняли еврейский народ, топя их младенцев в водах Нила. А теперь они сами покрыты водой, мера за меру. Ни один из них не остался. Коня и всадника прокинул Господь. И поверили они Слову Его и воспели хвалу Ему. Это когда они уже прошли сквозь Черное море, они пели гимн, прославляя Бога. Но скоро забыли дела его. То есть когда серые будни навалились на них, надо было как-то выживать в пустыне, они стали забывать о делах Божьих. Конечно, невозможно забыть о таких чудесах, но как бы они стали меньше придавать значение всему этому. Но скоро забыли дела его, не ожидали совета его. То есть начинали действовать, не спрашивая пророческого совета. И предались чрезмерному желанию в пустыне, и искушали Бога в безводной, и он исполнил просьбу их, послал пресыщение душам их. Вот здесь, как мы прочитали в Толковой Библии, как бы более выпукло описываются события, о которых мы читали в 104-м псалме. «И прогневали Моисея в стане, Аарона, священника Господня, разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона, и возгорелся огонь в скопище их, и пламень попалил грешников». Дафан и Аверон, это были два таких смутьяна, и они стали говорить, разве только Моисей и Аарон, священники и пророки, весь народ Божий, все священники, все пророки. И тогда Моисей сказал, «Ну, выходите завтра со своими кадильницами, а мы выйдем со своими и посмотрим». И Дафаны, и Авероны, все скопище их, включая детей, грудных, младенцев, все эти провалились под землю, и пламя обозначило место их страдания. «И сделали тельца у Харива, то есть у той самой горы, где получали закон, и поклонялись Истукану, это культ золотого тельца, и променяли славу его наподобие тельца, едущего траву». То есть Бога, Творца всей Вселенной, уподобили тельцу, который зависит от того, есть у него трава или нет. Поэтому вот это уточнение наподобие тельца, идущего траву, оно не случайно, оно указывает на то, что Бог-то он сущий, он самодостаточный, а любая тварь, она существующая. Убери у тельца траву, он помрет. От ключей у нас там воздух, в воду, мы тоже помрем. «И забыли Бога, Спасителя своего, сотворившее, великое в Египте, чудеса в земле Хамовой». В земле Хамовой, Египет – это Мицраим, это земля Хама, страшная в море Черна. «И изрек», то есть Господь изрек, истребить их, то есть когда они сделали золотого тельца, то Господь хотел их истребить. «И изрек истребить их, если бы Моисей, избранник его, не стал в поражение, в поражение, то есть в сокрушение по-славянски, то есть в том проломе, который образовался между евреями и Богом, если бы Моисей не стал бы умолять, меня тогда тоже истреби». Хотя Господь хотел поступить как? Он хотел уничтожить тех, которые поклонялись в золотом тельцу, такие были очень многие, и вообще всех уничтожить их. От Моисея произвести новый народ, Божий. Но Моисей умолял. И вот об этом здесь говорится, о роли Моисея. «И изрек истребить их», это то, что сказал Господь, «если бы Моисей, избранник его, то есть Божий, не стал в поражение, то есть как бы в проломе за них, пред ним, моля отвратить гнев его, дабы не погубил их. И уничижили землю желанную, не поверили слову его». Это произошло тогда, когда посылали разведчиков осмотреть землю желанную, то есть землю бетонную, и хотя Господь сказал, что Он им отдал эту землю, они туда шли, они перепугались, потому что разведчики говорили, там крепости до неба, и там люди великаны. И они как бы уничижили не просто землю желанную, а вот слова Бога о том, что я вам отдаю, идите смело. А они испугались. «И роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня». То есть они остановились в нерешительности после того, как разведчики рассказали о том, какие рослые люди там живут. «И поднял Он, то есть Господь, руку свою на них, чтобы не изложить их в пустыне». И 40 лет Господь их водил по пустыне. 40 дней они разведку проводили, и наказание было за день, год. 40 лет водил Господь, потом по пустыне, что они не поверили сразу. Они могли тогда войти в землю бетонную. И водил до тех пор, пока новое поколение не восстало, и не вымерли те, которые с рабским чувством, искаженные в Египте психологией, вышли из Египта. Они вот не дошли. Дошли их дети, рожденные свободными, хотя и в пустыне. Но у них не совмещалось религиозное чувство с рабским чувством. Поэтому, когда люди говорят, когда же возродится Россия, я так и объясняю. Когда вымрут те, которые сформировались в этот 70-летний вавилонский период, безбожный, коммунистический, и вот это рабское чувство с присмыканием перед госмашиной, живет в нашем сердце и мешает нашей религиозности. И вот мы должны лечь костями, я и себя отношу к этим людям, а новые поколения свободных россиян, прославляющих Бога в духе и истине, они войдут. Ведь даже Моисей, боговец, не вошел в землю обетованную, и Арон не вошел, и пророчица Мариам не вошла. Только Иисус Навин вошел. То есть необходимо иногда, чтобы происходило обновление поколений. И поднял он руку свою на них, чтобы не изложить их в пустыне и не изложить племя их в народах и рассеять их по странам земли. Здесь уже говорится как бы о вот этих скитаниях. И послужили Велфегору и ели жертвы мертвым, то есть когда они участвовали в культе мавицкому божеству. Это крайне безнравственный культ. Это описано в 25 главе книги «Чисел». А ели жертвы мертвым, имеется в виду по Феодориту, жертвы, посвященные идолам. Ели жертвы мертвым. То есть идолы же, они не живые, они мертвые, это камень. А они посвящали им жертвы и ели их торжественно. А это же все мертвое. И раздражили его, то есть Бога, делами своими. Велика была у них язва. Язва была, когда они стали блудить. Они взяли языческих девиц и один юноша нашелся по имени Финес, который все это остановил. Но восстал Финес и умилостивил его и прекратилась язва. Язва, это эпидемия была в стане, потому что они ввели в стан этих девиц всяких. И Финес, когда увидел, что один еврей ведет свой шатер и дал поклонницу, он взял копье, пошел вслед за ними, вошел в шатер и пригвоздил их к земле. И этого еврея вместе с этой язычницей. И тогда Мор остановился. Вот ревность Финеса, она умилостивила Бога, но восстал Финес и умилостивил его, и прекратилась язва. И это вменилось ему в праведность, в род и род до века. То есть поступки Финеса мы можем прочитать в числах. 25 глава с 7 по 13 стих. Но вот это его действие стало благословением для всех его потомков. и прогневили его, то есть Бога, и потерпел Моисей за них. Даже Моисей, это горькие воды Меривы, допустил некую неточность, и он, в общем-то, не вошел в землю обетованную из-за этого случая. «Ибо огорчили они дух его», то есть Моисея. «И он погрешил», то есть он устал от них, и погрешил, а как он погрешил? Устами своими. То есть как бы раздвоился по-славянски разноствова, разноствова. То есть он раздвоился в своих чувствах, говорил не с твердой верой, как бы усомнившись в Божьем всемогуществе. Вот так объясняет Феодорит. Там внешне очень трудно понять, а в чем как бы грех Моисея. Он подошел там, ударил по скале, там слова произнес. Двойственность была. Вот его вывели из равновесия, его вот эти прихожане. И он спылил, и устами погрешил. Хотя он называется кратчайшим из людей. Но устами погрешил, и он не вошел в землю обетованную. «Не истребили народов, о которых сказал им Господь». О чем это? Это очень важная такая деталь. В книге второзакония сказано, когда вы войдете в землю обетованную, вы должны сделать следующие вещи. Вы должны разрушить идолов, уничтожить семя вот этих народов языческих, или согнать их с этой земли, построить храм, поставить над собой царя. Эти семь народов символизируют собой семь смертных грехов. И человек может войти в землю обетованную, то есть в царствие небесное, если он изгонит из своей жизни вот эти семь смертных грехов. А они не истребили народов. То есть по отношению к христианам это можно истолковать как? То есть ты крестился, прошел сквозь Черное море, крещение. Но от семи смертных грехов не избавился и после крещения. Не истребили народов, о которых сказал им Господь. И смешались с язычниками, и научились делам их. Особенно Бог не приветствует браки с язычниками, с язычницами, потому что тогда смешение приобретает катастрофический характер. Это сказывается на детях, на внуках, правнуках. И жены развращали сердца даже царей. Мы знаем, что Соломон, Соломо, премудриший из людей, но он имел многих жен, именно язычниц, и они совратили его сердце и сбили его с пути. Правда, Соломон пережил покаяние. Покаянная книга Соломона — это книга Экклесиаста, в начале которой мы видим все его проблемы, как он их обозначает, а под конец мы видим его как бы обращение. И служили истуканам, то есть идолам, и было им это в соблазн, это то двоеверие, когда они днем могли молиться в храме Божьем, а по ночам ходили на высоты всякие, и приносили в жертву сыновей своих и дочерей своих бесам. Что имеется в виду бесам? Имеется в виду то, что в понимании древних, и об этом говорит само Писание, в идолах обитали бесы. То есть через языческих идолов было служение враждебному Богу, то есть злому духу. Об этом мы читали в 95-м псалме 5-й стих, и об этом пишет апостол Павел 1 Коринфянам 10-20, что в идолах обитают бесы. И когда они приносили в жертву сыновей своих, этим идолам, и дочерей своих, они приносили их бесам в жертву. И проливали кровь невинную, кровь сыновей своих, и дочерей своих, которых они приносили в жертву истуканом ханаанским, и убита, убита, по-славянски убиена, с еврейского осквернена была земля их кровью. Их, то есть вот этих детей, то, что эта кровь приносила жертву идолам, то есть не кровь детей оскверняет землю, а вот акт убийства детей, эта кровь, она как бы выпьет от лица земли, как кровь Авеля выпияла и обвиняла Каина, а тут кровь сыновей и дочерей, она выпияла к Богу и становилась проклятием для родителей, и долопоклонников. И осквернена была делами их, то есть земля, и блудодействовали они поступками своими, то есть земля оскверняется пролитой кровью и излитым семенем на землю. Мы знаем грех Анана, как он описывается в книге Бытия, который изливал семя на землю, и Бог за это его умертвил. И осквернена была делами их, то есть земля, и блудодействовали они поступками своими, то есть они блудодействовали многоразлично, то есть они не удовлетворялись как бы естественным действием проявлением сексуальности. Какие-то извращения появились. «И разгневался в ярости Господь на народ свой и возгнушался наследием своим». Вот в каком случае Господь может разгневаться и на нас, если мы будем осквернять землю. Кстати, семя верующих мужчин в Библии называется «святое семя». Поэтому если оно изливается неположенным образом, то это грех. И любое блудодеяние среди верующих может вызвать гнев Божий. Апостол Павел, например, пишет в своих посланиях «Такие вещи не должны даже именоваться среди вас». То есть даже слуха не должно быть такого. «И разгневался в ярости Господь на народ свой и возгнушался наследием своим и предал их в руки врагов». То есть если вы хотите жить так, как живут язычники, поживите среди них. Вот это произошло с Россией. Святой праведный Иоанн Кронштадтский объяснял, что скоро придет революция, которая поглотит всех. Вы перестали жить православной жизнью, вот вы будете жить жизнью безбожников и посмотрите, что это такое. «И предал их в руки врагов, и возобладали ими, ненавидящие их, и теснили их враги их», как у нас преследовали людей, «и смирились они под руками их», то есть под руками теснителей. «Много раз Он избавлял их», то есть Господь, «они же огорчали Его упорством». А в чем заключалось упорство, то есть они все время возвращались к тем же грехам, по-славянски советам, то есть их противление было не случайно, а оно как бы они подговаривали друг друга, уговаривали друг друга, то есть все время возвращались к грехам. Чуть-чуть жизнь стала лучше, они опять творили те же беззакония. Много раз Он избавлял их, они же огорчали Его упорством своим и были унижаемы за беззакония свои. И видел Господь, когда они скорбели и слышал моление их. Господь как бы отвращает лицо свое от нас, когда мы грешим. Но когда мы в результате грехов впадаем в скорби, Он смотрит на нас. И когда мы молимся, даже из состояния греха, как Давид молился из глубины возба к тебе, услышь мя, он слышит. И вспомнил завет свой, то есть Господь вспомнил обещание, данное Аврааму, и раскаялся по множеству милости своей, то есть рассказ по множеству милости своей, это природа Бога, Он есть милостивый, человеколюбивый, долготерпеливый, и преклонил к ним милость всех пленивших их, то есть изменил враждебное отношение к ним со стороны окружающих. И далее два стиха моления спаси нас Господи Божий наш и собери нас из среды народов, здесь как бы уже они в рассеянии, исповедайтесь имени Твоему Святому, хвалиться славой Твоею, и дальше идет Баруха, благословение, благословен Господь, Барух, Адонай, Бог Израилев, Барух, Адонай, Элогим, Исраэль, от века и до века. И да скажет весь народ, да будет, да будет, то есть Амейн, Амейн, Аминь, Аминь, то есть да будет, это значит истина так. Аминь, 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 Аминь,